Всем привет, дорогие друзья, с вами Ксё Джека Плей, и мы с вами продолжаем играть в дополнение кошки и собаки, и вы просто посмотрите на этого красавца. Лежит, тут храпит, спит на спине. Огромное спасибо вам за такую поддержку, за такое количество лайков, просмотров, комментариев. Очень приятно осознавать то, что тебя любят, тебя ценят, тебя ждут на ютюбе. Огромное всем спасибо и новичкам, кто на моем канале впервые. Так что, огромное спасибо за поддержку, а мы с вами продолжаем играть в ветеринарной клинике, это вторая серия ветеринарной клиники, и пятая серия просто по дополнению. Я, наконец-то, позвал Лони к нам. Оказывается, вот этот, получается, свисток, просто, оказывается, можно было его позвать через этот свисток, и он приходит к нам. Потому что в ветеринарной клинике мы проведем большое количество времени, дом это так для галочки был построен, чтобы он хотя бы как бы там находился. А ветеринарная клиника, мы здесь будем жить прям, потому что у нас тут все есть для того, чтобы можно было проживать. И как же без нашего милого Лони мы будем здесь находиться, поэтому Брэндон взял его и позвал. И давайте немножко посмотрим телевизор, потому что нужно немножечко ему взбодриться, потому что у него досуг упал, очень сильное общение тоже. И пусть немножко поднимет себе хотя бы досуг, а пообщаться мы сможем с этим вот засранцем, который лежит, спит. Он же у нас, кстати, ленивый, поэтому он спит везде и вся. Вот, ну пока он спит, я его трогать не хочу. Мы сейчас посмотрим немножко телевизор, и как раз у нас проснется наш Катейка, мы сможем с ним поиграться. О, проснулся уже. Ой, и пошел. И куда ты пошел? Давайте позовем его к нам. Лони, ну куда ты? Как он классно спускается по лестнице, посмотрите. Первый раз это, кстати, вижу. Уйди какой. И обратно, смотрите. Сейчас, да? Че? Че-то он как-то затупило немножечко. Ой, сейчас пойдет. Оп, 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 оп. Вы посмотрите, какое... Такое лицо вообще. В этом, блин, свитерочке он прям так классно, мило смотрится. Все, в принципе, у нас досуг поднялся. Давай ты будешь играть с Лони. Давайте дадим лакомство ему. Погладим немножко. Возьмем еще, узнаем получше. Пообщаемся, поговорим. Ну, потому что, ну, блин, он не был с нами целые двое суток. Типа, сидите. Уйди какой. Милота. Кстати, у нас действия выполняются. Нужно же выполнить несколько действий с нашим котом. Вот. 12 взаимодействий. Поэтому выполняем как раз. Всегда обожала. Знаете, таких жирных, таких котов, которые... Такие щуки прям вообще прям потискать прям хочется. Вообще так. Прям очень-очень хочется. Кстати, у нас сообщение поднимается? Да, поднимается. Я хочу сказать, я бы не сказал, но поднимается. Неплохо, неплохо. Смотрите, любовь чувствует. Еще вы. Ой, лапку, лапку поднял. Ну и что ты? Просто с ним разговариваешь, что ли? А, вот это лучше. Сейчас будет ласкать. Ооо. Как он мрчит, блин. Да тут мрлыканье их просто офигенное. Все, все. Радость. Давайте еще немножко его порасчесываем. Он как раз у нас пушистик. Он любит у нас расчесывание. Поэтому ему это понравится. Посмотрите. Вы просто посмотрите на его лицо. А, ему нравится, блин. За ногой ничего не видно. Ооо. Ути какой. Все, уселся. Блин. Какие они классные. Я не могу просто. Иди, наверное, покушай. И я хочу сделать всякие там классные штуки. Которые нам открылись, кстати, в прошлой серии. Давайте быстро перекусить. Возьмем йогурт. Позавтракаем йогуртом обычным. Вот. Мы сейчас возьмем. Позавтракаем. Опять же повторюсь. Уже просто запутался. В голове просто вот так вот много всякой мимишности. И то, что я уже начинаю тупить немножко. Вы уж простите меня. И пойдем делать всякие лакомства для питомцев. И будем класть их в холодильник. Вот сюда. В холодильник. Мы, в принципе, вот здесь, да, можем делать. Вот создать. Лакомство. Жгучее лакомство из корицы. Ириска из болотной воды. И питательный батончик. Холоднее жидкого сного азота. Жидкого. Как-то странно очень написано. Этот батончик очень питательный. Но вашему питомцу понадобится теплое одеяло. О, как. Да ладно, все интересуется. Понимаете? Все. Мама интересуется. Куда же ее сын-то пропал резко? Резко исчез. И все. А он все. Он уже переехал, собственно, жизнь у него. И он занимается уже тем, что ухаживает за питомцами. В этом, кстати, все-таки в халат переоденешься. Потому что, мне кажется, это будет нормально, если ты переоденешься в халат. И будем создавать, давайте, лакомство. Жгучее лакомство из корицы. Мне прям интересно, что там такое за лакомство жгучее из корицы. Я, кстати, забыл дать название нашей ветеринарной клиники. Я хочу ее назвать «Мои любимцы». Вот не знаю, почему. В детстве была такая игра, которую я играл «Мои любимцы». Там нужно было тоже ухаживать за питомцами. Когда к вам приходит какой-то посетитель, он приносит с собой кошку, собаку. Там, я не помню, какие там животные были, честно уже. И ты там должен был сделать диагноз, вылечить его и так далее. И эта игра так запомнилась мне. И просто такие эмоции. Прям вспоминаю эту игру. Потому что реально очень круто все продумали. У меня просто зашквал вообще интереса. к этой ветеринарной клинике. Поэтому я хочу назвать, наверное, «Мои любимцы». Мне кажется, будет это идеальное название для этой ветеринарной клиники. Господи. Так, «Мои любимцы». «Любимцы». Вот так. «Мои любимцы». И можем выбрать свойства участка. Кстати, я что-то их вообще не выбрал. Сейчас мы с вами, кстати, их выберем. Так, «Тренировочная». «Персонажи на этом участке быстрее осваивают навыки дрессировки питомцев». Отлично, можно, кстати. Потому что у нас, в принципе, здесь дрессировка есть. А это что у нас? Ммм, недоступно для ветеринарной клиники, блин. Тоже недоступно. Печально. Давайте тогда возьмем. «Уютная атмосфера». Романтическая. Что бы нам выбрать такое интересное? Бодрящий ветерок. Вот и бодрящий ветерок будет, и уютная атмосфера. Прям как дома. Знаете, слоган нашей ветеральной клиники? Прям как дома. «Вылечим всех». «Мои любимцы». Все, создал? А, еще создает. Тут пробирки с лапками, смотрите. Ну, прям вообще все с лапками, понимаете, сделали. Все просто. Знаете, кстати, штуки похожи немножечко на то, что нам пришлось на работу. Они их немножко, по-моему, переделали. Ну, как немножечко. Ну, этот агрегат прям переделан. Ну, стилистика такая же, скажем так. Все в такой же стилистике сделано. Но прикольно то, что получилось тут зеленая комната, здесь синяя. О, ты что там сделал? Взорвалось что-то. Ну, давай. Все, готово? В принципе, уже должно было закончиться. Но он до сих пор что-то делает. О. Знаете, что меня убило? Хирургическая камера. Нет, давайте лакомство. Батончики сделаем. Мы делали... Что мы делали? Мы делали жгучее лакомство из корицы. Но при этом какие-то пробирки, вы понимаете? То есть... Нормально, да? Из жидкого мы делаем твердое. О, как. Посмотрите. Энергия какая-то здесь прям. И что, мы теперь, получается, можем эти всякие батончики жгучие всякие положить сюда? Мне просто интересно. Холодильник. О, и товары появились. Во, класс. Интересно, они смогут их покупать? Мне было бы приятно, если бы они их покупали. Но, по идее, должны покупать. Потому что для чего тут эти холодильники придумали? Я думаю, что должно это работать так. Ну, что там, сделал? Покрутит. А то он, кстати, наш это делает. Ты где? Ты где? Где-то он тут должен быть. А, вот он. Смотрите, какой лежит. Блин. Вот. Как в реальной жизни. Серьезно. И почухал себя. И там сделал. И потягушечки вот эти вот. И все вот это вот. Ну, классный живот. Смотрите на него, какой он классный. Сидит такой. Усатый. Хорошо, что я ему большие усы сделал. Потому что ему большие усы намного идут. Мне кажется, чем маленькие пошли. О, какой у нас. Смотрите, питательный боток. Холодного, жидкостного азота. Ну, короче, как-то странно написано. Честно. Прямо аж язык сломать хочется, когда ты это читаешь. Тут очень много всякого такого написано. Потому что мне хватило. Сейчас, давайте возьмем, что мы сейчас создадим. И я вам расскажу. Салфиас Мортра. Так. О, давайте эту сыворотку сделаем. Ну, короче. То название Бриндлтон Бэй. То районы. Вот эти всякие названия странные у них. То имена здесь. То, блин, всякие батончики называют по-странному. Ужас. Ужас просто. Нет, блин, каким-то русским... Ну, ладно, не русским. Английским языком простым написать. И чтобы этот перевод был нормальный. Еще и те обои с цифркой 3. Кто, кстати, помнит мой стрим, те поймут. Сольких различных багов. Это вообще... Ну, я думаю, что это незначительно. Это главное, что питомцы ходят, кушают. Они все-таки такие же милые. Это самое главное. То, что самая главная фишка, она работает. Вот и все. А то, что там какие-то есть баги, это всего лишь мелочи. А, ну, сейчас мы это делаем. И, в принципе, кстати, можем уже открывать нашу клинику. Открыть. Текущая ветеринарная клиника открыта. Спасибо. За оповещение. Как раз у нас товары появились в холодильнике. Так. Концентрированная сыворотка для расслабления. Эта мощная сыворотка успокоит питомцев. В течение определенного времени не будут подтверждаться стрессу. О, как. О, как. И, кстати, у нас куча книг. Прям читает литературу, любит прям. Ну, что там, кто-нибудь идет? Пока, кстати, никто не идет. Ну, место, кстати, идеальное просто для клиники получилось. Просто вот серьезно. Шикарное. Хоть на постелке уснул. Он уже везде успел полежать, поспать и так далее. Ну, ленивый кот, что вы хотите. Ну, ладно, пока людей нет, давайте сделаем что-нибудь еще. Лакомство. И давайте еще делаем ириску из болотной этой воды. Господи. Мне даже было это придумать такое. Да ладно, хозяйка питомца. Хайли Райт. Подросток. Купер Райт. Да ладно. Он у нас зеленый. Ой, зеленый, синий. У него, кстати, это болезнь. Ну, вы серьезно? Вы понимаете, Хайли пришла. Именно Хайли. Ну, привет, красотка. Прям неждан такой, знаете. И, кстати, что еще хотел вам сказать. Очень много кстати, прошу прощения. О, она что-то купила из магазина. Слушай, да, круто. Круто. Поднимает нам этот бизнес. Неожиданно было, реально. Что я хотел сказать. Вот. Купер очень сильно сейчас подходит под цвет одежды нашей Хайли. Все такое, знаете, тоже голубо-серое. Он как раз голубо-серый. И что ты пошла там, ходишь? А, ты с моим этим, Лони. А что, Лони, отношения портятся? Не надо. Отпустить. Так, поприветствовать дружески. Иди поприветствуй. Свою, получается. Кто она его? А, он, получается, ей дядя. Точно. У нас уже все купили. Надо класть опять в холодильник. Покупают очень быстро. Нужно создавать все больше и больше всяких лакомств. Потому что очень много покупают всего. Все, поприветствовал пациента. Так, тепло поприветствовать пациента. Давайте. Ну, сейчас будут базарить. Ну, давайте без базарения этого. Поприветствуй. Вылечим Купера, и будет все хорошо. Да? Не знаю, что происходит с моим питомцем по кличке Купера, но это явно что-то нехорошее. Вы сможете ему помочь? Конечно. Посмотрите, какое у него лицо. Ужас. Я, конечно, хотел, чтобы он был бирюзовый, но не на столик. Вот это реально вот просто неожиданно. Очень неожиданно. Вон, посмотрите, какой пьюзик. Уйти какой. Лурд. Кохлин. Милаха тоже. Уже готов, смотрите. Ну, здравствуй, здравствуй. Видите? То есть мы везде с этой семьей будем находиться. Он опять пошел за этот стол. Давайте я все-таки его уберу, потому что меня это немножко задолбало, честно. Ну все, в принципе. Я успокоил нашего Купера, сделал ему укол, и теперь у нас стресс спокойный. Отлично. Давайте возьмем, осмотрим его кожу и шерсть, потом возьмем, сделаем температуру, проверим. Вот что мы сделаем. И... Так, что еще можно? Проверить осмотр глазка. Так, оледеневшая шерсть, низкая температура. Кстати, это у нас симптомы. А вот это у нас болезнь. Я в прошлой серии немножко перепутал. Прошу прощения, но я там помарочку сделал текстом, чтобы вы поняли то, что я перепутал. Ну, в принципе, да, тут оледеневшая шерсть, низкая температура, слишком влажная кожа. Нужно лечение. Давайте сделаем укол, антивирусный препарат. И наш Купер придет в себя, и все будет хорошо. Ути мой. Купер, не расстраивайся, все будет хорошо. Отлично. Вот и выздоровел наш Купер. И мы, кстати, выселились до четвертого уровня навыки ветеринара. Брэндон теперь может давать сыворотку хорошее самочувствие в качестве лекарства. Воспользовались столом для осмотра. Теперь он сможет создавать вонимед в химической лаборатории для создания лекарств. И, наконец-то, он также получает доступ к симпатичной аппликации. Отлично. Все, Хайли. Купер, да все, радостный побежал. И все равно он грязный, вы понимаете? Все равно он грязный вечно. Так. Давайте поприветствуем эту дамочку тоже с ее псом и будем лечить. А то что-то как-то вообще. Лурд в последнее время выглядит довольно болезненно. Осмотрите ее, пожалуйста. А, это еще девочка с разными глазами. Уй, ты тоже милаха. Ну, давай, осмотрим тебя. Кстати, нужно ее немножко подвинуть этот стол. Тоже сюда какие-то пациенты поставить, потому что как-то стоит не так. Дынс. Отлично. Стресс хороший. Неплохо. Ну, давайте возьмем... Так, заглянем в карту. А потом... Что можно еще? Так, проверить уши можно. И слушать сердце. Самое главное, мне кажется, так, исключительная вялость. А, классно. Посмотрите, шарик в виде этого гамбургера. Вялое сердцебиение. Хотя сердцебиение, по-моему, мы сейчас только что смотрим. Или нет? Все? Так, исключительная вялость. Вялое сердцебиение. Воспаленная железа. О, синдром глуповатой собаки. Ох, ни хрена себе, какой есть синдром. Давайте успокоить питомца. О, типа, смотрите, какой он грузненький. Не расстраивайся. Звездочки. Ты не глупый. Все это суеверие. Все будет хорошо. Мы сейчас тебя вылечим, и ты станешь хорошей собакой. У тебя будет все отлично. Давай, успокаивай его. Успокоил? И лечение. Давайте сделаем противогрибковый спрей. Успокоили собаку. Теперь можно его вылечить. Обшикать. Ой, посмотрите. Отлично! Вылеченная болезнь. Как рада она была нам. Здесь практически не приходится ждать в очереди. Слушай, какие у нас хорошие отзывы. Прям вообще. Я хочу добиться сегодня звездочки еще одной. Можно? Ну, пока, кстати, у нас все хорошо. Тут, кстати, оказывается даже 6 звезд, а не 5. Ух, мощно, мощно. Здесь побольше звезд сделали. Так, попрец пациентам. Эта ветеринарная клиника выглядит очень хорошо. Ну, естественно. Мы постарались с вами на стриме построить такую классную ветеринарную клинику. Поэтому она выглядит очень классно. Мелани в последнее время выглядит довольно болезненно. Смотрите ее, пожалуйста. Без проблем. Лоник, кстати, нам тоже помогает здесь. Смотрите, сидит, наблюдает, как его хозяин занимается тем, что лечит собак, кошек. А, ну тут все ясно. У него, короче, проблемы с пастью. Ну, сейчас будем лечить. Так, давайте возьмем осмотр. Проверить, провести осмотр пасти. Потом нужно еще, наверное, изучить кожу и шерсть. И что там еще? Ну и все. Мне кажется, все-таки мы все сделаем сейчас по максимуму. Рвота, высокая температура и что там у нас еще сейчас будет известно? Сильное слюни выделения. А, слюни отделения, даже так. Ух, пипец. Вы видели, что он сделал? Ужас. Болотная пасть. Вот это, вот это заболевание. Давайте успокоим пациента и лекарство плацебо. Ну и все. Сейчас лекарство плацебо сделаем. И сейчас сходим в туалет, потому что он уже в туалет хочет. Что ж вы нам все звоните-то? Ой, у этого и блохи, смотрите. И пастью проблемы. Ужас вообще. Вот это собаки заболели. Зато он радостный все равно такой. Ужас, смотрите. Что это такое? Фу. Он это выблевал, типа. Молодец, вылечил болезнь. Красавчик. Что там, за отзывы? А, здесь не приходится практически ждать. Хорошо. Давай, включай обычную уборку. Сходи по бырику в туалет и примем следующего пациента. Поприветствовать пациента, вот. И немножко потом поиграем со слони. Я думаю, пока пускать больше не будем. Рейтинг повышен. Две звезды. Да-да-да-да-да. Уже две звезды. Уже хорошо. Уже. Офигенно. Я думаю, этот, кстати, весь мусор хотя бы сейчас он вымоет. Но, по идее, должен вымать. Хватит поехал. Вот именно в эту комнату ехать, да? Блин, ну ты серьезно? Пока никого здесь нету, мог бы и здесь убраться. Пылесос какой-то очень странный. Вам не кажется? Потому что, серьезно, здесь... Фу, ну не пи отсюда. А, кстати, можно его за это поругать? Это, кстати, поругать нельзя. Уход. Нет, нельзя. Блин. И все? Ой, да ладно. Моет, наконец-то, люди, он моет. Люди, он моет. Господи. Я в шоке. Дина в последнее время выглядит довольно болезненно. Смотрите ее, пожалуйста. Окей. Он вымыл, смотрите. Я вам сказал, что он работает. Он работает. Но как-то очень странно. Иди, осматривай. Пациента. Только, походу, этот мусор, он не хочет убирать, да? Ой, тихо-тихо-тихо, едет. Да ладно, еще здесь уберешь? Что с ним не так с пылесосом? Он все убирает, офигеть. Давай, успокаивай пациента, потому что у него стресс все равно, как бы, уровень стресса такой. Знаете, средненький, я не хочу, чтобы он прям сильный стресс испытывал, поэтому нужно убирать. Мне, кстати, очень понравилась раскраска. Это типа блинчики, а там бекон с яичницей. Надо же было так придумать вообще. Так, успокоишь. Да что ж такое? К нам сегодня зазвонили все. Потом возьмем, изучим шерсть, кожу, и проверим пасть. Я думаю, этого как раз будет достаточно. Сделаем две проверки, и все будет хорошо. Ну, слава богу, он хотя бы успокоился. Уже нет такого стресса. Посмотрите на его улыбку. Ой, блохи, блохи. Ужас. Ужас. Так, мотыльки во рту. Ужас. Сильное сегодня отделение, вонючая шерсть. Легкая антипатия. Так, успокаивай опять питомца, и давайте будем его лечить. Так, спрей против паразитов. И все. И мы вылечим еще одного пациента. Ну, кстати, сегодня мы заработали с вами хорошо тоже. Довольно-таки. У нас уже 9 отзывов, что очень хорошо. И капитал, посмотрите. То есть, работать деньги реально очень просто. Так, как повысить уровень. Брэндон получает кучу очков-бонусов, теперь он может упаковывать питомцев во время осмотров на столе для осмотра, и создавать оздоровляющие лакомства в химической лаборатории для создания лекарств, и наконец-то он также получает доступ к симпатичной аппликации. Спасибо. Спасибо тебе, Сим, за то, что ты мне даришь всякие плюшки, которые, в принципе, я уже видел. Ну, спасибо, все равно, приятно. Все, отлично. Отличное обслуживание по отличной цене. А мы, кстати, тут можем еще цену контролировать как-то, не знаю. Слушай, у нас, кстати, бонусов уже. Дополнительный ветеринар, доступ к качеству поставок, час пик ветеринарки, терпение пациента. Я даже не знаю, что мне выбрать. Давайте вы мне в комментариях напишите, что мне выбрать из этого всего предложенного, или что-то, может быть, подождать еще, то, что мне еще закрыто. Потому что я знаю, что вы любите принимать участие в моих летсплеях, поэтому пишите в комментариях хоть раз читайте, на паузу ставьте и выбирайте, что вы хотели бы я, чтобы воспользовался. Ну, каким бонусом воспользоваться. Мне будет очень приятно. А тем временем мы, наверное, закроем нашу ветеринарную клинику. Лечение у нас прошло на 957 миллионов, чисто доходит от 957 миллионов и возможности роста. Неплохо. Мы вообще в плюсе офигенно обслужили четырех посетителей и, кстати, Купера тоже вылечили от этой болезни. И давайте немножко проиграешь у нас. А, ну, в принципе, кстати, можно его позвать будет. Сейчас мы возьмем, позовем сюда нашего Лони. Лони, иди к нам. Красавчик. Сейчас мы немножко с ним потискаем его, поиграем и потом можно будет уже идти спать, потому что он уже устал. Общение у него тоже на нуле почти, что нужно, кстати, общаться. Хотя бы с котом пообщаемся, что. Что там стоит? Лони, я же тебя позвал. Че ты там сидишь? Вы посмотрите. Он нас вообще не слышит. Умывается тут такой деловой. О, услышал. Побежал. Оп. Нараза как не спрыгивает. Летящий походкой, моя любимая фраза. Он вышел из дивана. Или вскочил из дивана. Из дивана, да. Ну, просто вообще, пока дотелится, пока подойдет. И давай будем расчесывать. Будем гладить. будем, не знаю, там его тискать за все и вся. Будем, кстати, выкладывать фотографию вон с инстаграм еще можно. Блин, туда-сюда, туда-сюда ходит, туда-сюда. И также еще можно похвалить его. Он такой же у нас хороший, поэтому можно его и похвалить. Да, мурьян, мурьян. Шикарный мой. Ну, че, фотография. Вот, ой, господи, опять ноги. Кстати, некоторые писали о том, что я могу крутить, ой, типа, управлять. Вот, видите? А, вот так можно? А, вот оно что. Я думал, получается, за этот ползунок если дергать, то он будет крутиться вот так просто. То есть, ноги нам будут показывать стену, а оказывается, мы крутим именно питомца. Ну, тогда прошу прощения. Тогда вы были правы в этом плане. Ну, круто. Давайте тогда возьмем, сфотографируем. Я хочу, нет, все-таки с фильтром давайте вот так. Эти снимки здесь вешать мы не будем, мы повесим их лучше в нашем доме. Лони получает 16 подписчиков с Инстаграме. Ну, неплохо, неплохо. Иди, наверное, покушай. Как всегда, поужинаешь ты с садовым салатом, потому что другого пока что не дано. Ути. Ути. Я так люблю, когда они берут их на руки и тискают. Это так классно. Так, кстати, у нас уже взаимодействий. Ну, в принципе, у нас уже 12 взаимодействий. Сейчас мы еще немножко его потискаем, выполним черту жизненной цели, короче, и можем отправиться спать. Ну, только перед тем, как мы это все сделаем, мы должны покушать. Вкусно, плотно. Поэтому давай, быстренько готовь. Да аккуратней ты с пальцами. Тебе еще не пригодятся, ты у тебя еще работать. Да, конечно, эта работа очень сильно выматывает. Досуг просто вообще в какашечку у нас превращается досуг. Посмотрите, сколько досуга уходит. Нужно восстанавливать. Кстати, у нас этот Лони опять уснул. Где, кстати, Лони уснул? Лони, ты где? А, здесь. Разбудить. Давайте разбудим его. Можем, кстати, выложить фотографию в инстаграме. Давайте выложим, пока он спит. Ой, какая зайка. Ути. Вот так. Давайте сфотографируем. Не, не буду делать никакой фильтр, потому что, мне кажется, здесь так все понятно и ясно. Ну, типа, светло. Лони получает сто одного подписчика в инстаграме. Офигеть. Как много. Слушайте. Давайте разбудить. Давай похвалим за то, что столько подписчиков твой кот набрал-то. Можно взять, дать ему лакомство. Потягушечки. Ну, просыпайся. Давайте дадим ему лакомство и возьмем, погладим еще. Ну, куда ты пошел? Мы тебя разбудили не для того, чтобы ты куда-то уходила, а чтобы мы тебя потискали. И потом можно... Что там у нас? Гигиена, все нормально? Да, можем пойти спать. А потом завтра уже утром посмотрим телек. Давай, кормим его. Мне кажется, как они хрустят еще. О, это, кстати, досуг повышает ласкание кота. Это, надо будет, кстати, запомнить. Ну, в принципе, я это уже видел с нашим Купером. Нам нужно стать друзьями с пятью животными, стать близкими друзьями с одним животным, успешно отучить от двух плохих действий. Окей, без проблем отучим. На следующей серии мы, наверное, будем играть уже за семью наших райтов. Другую, за Джейка и за его семью Шиван и детьми. Так что, если вам понравилась эта серия, то обязательно ставьте палец вверх. Давайте наберем по этой серии также 500 лайков и следующая серия будет ждать. Она выйдет после того, как вы наберете лайки. Поэтому набираем. Не забывайте подписываться на мой канал. Мне очень приятно, что вы подписываетесь, что вы пишете комментарии, также вступайте в группу ВКонтакте. А с вами был Кседжик Аплей. Всем огромное спасибо за просмотр. Всего новых встреч и всем пока. Скоро увидимся в мире кошек и собак. Снова. Пока.